Больше всего я люблю отдыхать в деревне. Я три года назад первый раз поехал с другом к его дедушке, и оказалось, что дедушка разговаривает с шутками, но он об этом не знает. А я ходил-то записывал, бесплатный просто юмор на дороге не так часто валяется. Чё только стоит ответ деда на вопрос кума. Ну, а не с кумом оба ровесники, Куликовская битва, и кум спрашивает деда, Митрич, а вот ты самый умный в деревне, скажи, кто такая Жанна Дарк? У двух словах? И дед польщеный комплимент говорит, но у двух словах Жанна Дарк. Да Гамлета, баба! В этом году он встречал нас уже как старых знакомых. На крыльце стоит, радостный, улыбка до ушей, но согнут, три погибели. Я говорю, дед Мить, но если такой радикулит, вы б уже лежали. Он говорит, да нет, сынки, то я к вашему приезду новые подтяжки надел, неразношенные жалочи. Бабка машет из огорода. Привет, сынки! Я говорю, баб Мань, у вас интернет-то в доме есть? Нет, сынок, это тебе не город. У нас все удобства на улице. Я говорю, как вы тут живете? Дед говорит, как живете? Как птицы у помете? Отгадай загадку. Кому принадлежит следующий набор предметов? Ржавчина с гвоздя, два корешка сельдерея, стакан дистиллированной воды, помет ежика и кусок собачьей шерсти. Кому все принадлежит? Как думаешь, а? Я говорю, не знаю. А я тебе скажу, походная аптечка доктора Малахова. Я говорю, тут одному немецкому врачу перевели рецепт здоровья от доктора Малахова. У него был столбняк зрачкового вообще, он не моргал полдня. Дед говорит, да ладно, много они понимают эти импортные моргаклюи. Я тебе скажу, сынок, народные рецепты это сила. Вот тебе пример. У нас женщина в деревне болела? Болела. А все ходила к врачу. А было ей хуже и хуже. Она все ходила, а ей хуже и хуже. А потом вдруг в одночасье стало наливаться здоровьем. Просто стала кровь с молоком. Спроси, почему? Я говорю, почему? Потому что перестала ходить к врачу. А стала ходить к кузнецу. Я говорю, а что народная мудрость советует, если острая зубная боль? Если острая зубная боль, народная мудрость советует сразу к стоматологу. У нас одна бабка, 87 лет. Сама вывозом пришла к стоматологу, села в кресло, открыла рот, как учили вот. Он что-то пишет. Посмотрел, говорит, бабушка, закройте пока рот, потому что с трех метров видно, что за жизнь поели вы немало. Вы еду непрофессиональная, я смотрю вот тут. От ваших сбережений будет зависеть, что будем делать. Если деньги есть, весь рот отремонтируем. Денег мало? Отреставрируем, только фасад. Решайте сами. Я говорю, и что? Да ничего, бабка деньги посчитала. Говорит, давай, сынок, только фасад. В зад мне зубы не нужны. Я говорю, ну вам, если дорого, вы бы ей посоветовали куда-нибудь по рекламе сходить. Он, да у нас, сынок, у старых реклама одна. Перхоть боится лысых, кариес боится беззубых. Все. А потом я еще этой рекламе не доверяю. Все. По телевизору толдычили, все. Расхваливали. Вкусности, деликатесы. Вот это, вискос, вискос. А ведь больше одной баночки не съешь. Я говорю, а вы что, вискос пробовали? А нет, смотреть на него. Внук привез мне литровую бутылку шотландских вискосов. Мы ее с кумом и выкушали всю до донышка. Я тебе скажу, наш самогон лучше. И дешевле, и быстрее доходит до сознания. И еда наша лучше. Грибы, например. Ну, я говорю, грибы. Грибы надо знать, где собирать. А, что там? Где банку с грибами разбил, там и собирай. Если в лесу боишься. Я говорю, а вот без дурацких шуток. Дед Дмитрий, какой самый все-таки действенный народный рецепт? Самый действенный. Слышь, ты это пьялки пробовал? Я говорю, а вы? А мне что пробовать? Я вон с одной пьялкой 45 лет живу уже. Нашли день принудительная сдача крови вообще. Такое донорство, сынок, не позавидуешь вообще. Ну, ладно, ты, смотрю, тоже вискосов привез. Давай выпьем за нас, за доноров. Ну, мы и за доноров, и за пьялок, и за все вместе выпили. На следующий день он ходит с капустным листом, примотанным в голове. Я говорю, дед Митрий, что за дизайн? А, не рассчитал вчера с тобой. Тут знахарь есть, Михалыч, посоветовал. Говорит, капустный лист, он похмелье оттягивает. Походишь вот так вот, недельки две, не больше, как рукой снимет вообще. Я говорю, тут у вас серьезная знахарьевность. А ты не ерничай. У нас женщина даже из города приезжала. Говорит, Михалыч, спасайте мужа. Каждый день один и тот же диагноз. Приходит домой с работы, ложится на диван, смотрит телевизор, пьет пиво, читает газету. Все, мне вообще не помогает. А я ж одна по хозяйству, ну, а я ж болею, а? У меня ж миелоцереброведит, а дистония клирикального типа с асоцикальным исходом. У меня полипозный ханали, синусит, рецидивирующий, правосторонний дивергентный стадий ремиссий. Давление, как в сети, 220 на 380. Артрит, миозит, катаракта глаза, радикулит. Я говорю, стоп, женщина, молчи. Я с вами уже на третьем диагнозе все понял. С тобой и с мужем. Записываю рецепт. Покупаешь литр водки, закуски побольше и подороже. Не жадничай, не тот случай. Муж приходит с работы, и ты со своим радикулитом три раза кланяйся ему в пояс до земли со словами «Спасибо тебе, родной!» Она говорит, это за что еще? За то, что он с тобой такой больной живет еще до сих пор. Это что? А в самом дальнем селе «У нас иглоукалыватель живет. Если тебе надо, я отвезу». У нас бабки, 94 года. Он такой радикулит, но она пришла к нему буквой «Г». Он говорит, ну что, бабушка? Говорит, будем ставить иглы. Сколько лет? Столько ей иголочек. Ну, а он профессионал. Что ты? Он 28 лет на швейной фабрике отработал. У него этих иголок 4 ведра вообще. Он ее как носовал без счета вообще. Что ты думаешь? Вскочила, как девочка. Разогнулась в момент. Все, забыла о радикулите. Правда, лицо стало дергаться. И глаза косичущие. Послушал я его, говорю, нет, дядя Митя, спасибо, мне такая помощь не нужна. Лучше я буду слушать советы доктора Малахова. И то на всякий случай буду уделить все на 48. Мало ли что. Не болейте, друзья. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...